В прошлом репортаже Лока ТВ мы подробно рассказали о нашей, в хорошем смысле, золотой молодежи. Многие из ребят тренируются с основой и даже играют за главную команду в товарищеских матчах. А что же с молодежной командой? Все в порядке. В штатном режиме идет подготовка к новому сезону, в том числе и через контрольные игры. Мы заглянули на матч с Авкадомодедовым, командой 2-го дивизиона. Интересно, что главный тренер команды Денис Клюев отправился смотреть игру на трибуну. Откуда куда лучше обзор на командные построения и перемещение футболистов? В свою очередь Александр Чехраза, тренер вратаре, также предпочитает план сверхотуры для последующего анализа действий своего подопечного. Состав «Локомотив» был во многом экспериментальным. Новые сочетания, новые лица из нашей академии. С капитанской повязкой вывел команду Иван Галанин. Кстати, сыграл и Роман Тугарев, дебютировавший за основу несколькими днями ранее. Товарищеский характер встречи легко читался по атмосфере на стадионе, но не по скоростям в самом матче. Команды не отсиживались в обороне, однако до перерыва отличиться так и не сумели. В целом, если говорить о первом тайме, то стоит сказать, что игра была достаточно равна. Но если кого-то и стоит выделить, то это, конечно, нашего голкипера Павла Ковалева. Несколько раз все-таки позволили наши защитники пробить из убойных позиций по нашим воротам, но голкипер был надежен. Во втором тайме «Локомотив» действительно взял инициативу в свои руки и вышедший на замену Дмитрий Рыбчинский практически сразу после перерыва отправил мяч в сетку ворот Домодедова. К сожалению, удержать победный счет не удалось. Гости не только отыгрались, но забили под конец и второй победный мяч. Пожалуй, сказалось, что на поле в нашем составе действовали совсем уж юные ребята, даже 2000 года рождения, тогда как в составе ФК Домодедова играют в основном сложившиеся профессиональные футболисты. Но куда важнее, что у тренерского штаба появился материал для работы с юными железнодорожниками. Для этого и придумали товарищеские встречи. Все проходит в плановом режиме. Сейчас проводим спарринги практически все командами второй лиги. Команда, ребята, которые в прошлом году стали чемпионами, сейчас привлекаются в главную команду. Поэтому находим резервы в нашей школе. Чувствуется, что есть из них уже те, которые готовы? Нет, конечно, потенциал есть, но еще надо много работать. Редактор субтитров А.Семкин